Добрый день! С вами Дергачёв Инсайт. Внезапная догадка, открытие, озарение. Я надеюсь, что сегодня своими секретами и особенными историями поделится Айдос Сага, композитор, вокалист. Здравствуйте, Айдос! Здравствуйте, Вадим! Айдос, расскажите, пожалуйста, про песню и клип «Облака», потому что это то, что я буквально сразу посмотрел, сразу увидел и сразу полюбил. Почему полюбил? Потому что там это всё почему-то вдруг оказалось глубже, чем кажется на первый взгляд. Вот, то есть вас вообще на «Облака» что подвигло? 20-й год или что? Как ни странно, песня написалась в конце 19-го, ещё до того, как всё это случилось. А последующие события уже 20-го года всем хорошо известны, они уже, получается, добавили этому какой-то некий другой смысл. Всё началось, на самом деле, с того, что как музыка эта песня, она существовала какое-то время у меня в виде файла, скажем так, да, и долго не было слов, потому что мне было понятно, что это какие-то должны быть слова на русском языке, а я слов не сочинял до того момента никогда никаких, ни на казахском, ни на русском, я всегда обращался к поэтам. То есть у меня такая система работы, я сочиняю музыку, нет, музыку и потом передаю какому-то из поэтов, будь то казахскоязычное, русскоязычное, неважно. Ну, мы, соответственно, обговариваем тематику какую-то желательную, и всё. И дальше это уже его ответственность, так сказать, за слова, за смысл. А тут я как-то понял, что я не найду никого, кто скажет то, что я бы хотел сказать. И случились свои собственные слова. Началось вот с этого «сегодня прохлада», то есть какая-то совершенно отвлечённая какая-то фраза, как это и бывает, оказывается. Я-то этого не знал, я-то никакой не поэт и никогда себя не считал. У меня вообще всю жизнь были какие-то проблемы с рифмами, почему-то, я не знаю. А тут я решил попробовать, думаю, ну раз началось, может быть, есть смысл это завершить, докончить. И, в общем-то, совершенно неожиданно этот куплет привёл к совершенно неожиданному припеву про облака, и я почему-то в эти слова вылился каким-то образом мой опыт йогической, так сказать, жизни, да, мой опыт восьмилетней практики. И вот эти мысли, которые посещают тебя периодически, когда ты практикуешь там или что-то читаешь об этом, это, в самом деле, очень простые мысли о том, что нужно остановиться иногда, иногда просто остановиться и пожить вот этим моментом. Да, в случае с этой песней, смотри, как плывут облака, да, просто. Вот, и вот до пандемии смысл-то, в общем-то, был вот это. Остановись, посмотри, что ты делаешь, куда ты идёшь, может, вообще не надо уже никуда идти, да. То есть это где-то коррелировало с моей жизнью, с моей остановкой, потому что в тот момент, да, я действительно остановился, решил никуда совершенно не спешить. Как это не парадоксально, я в этот момент именно понял, что я начал всё успевать. Именно в тот момент, когда перестал куда-либо торопиться. Класс. Вот, да, это парадоксально, но это так и есть. Класс, это Синявский, русский писатель, замечательно говорил, когда ты опаздываешь, хорошо иногда замедлить шаг. Да, совершенно верно. И потом случилось то, что случилось в двадцатом году, и вот когда мы уже снимали этот клип летом двадцатого года, мы уже делали сноску на события марта, апреля, карантинов, вот этих вещей. Вот так. И тогда, да, неожиданно, когда вот все люди начали писать о том, что... Многие эту мысль, так сказать, озвучивали, что, может быть, вселенная дала нам этот год действительно для остановки. Ведь многие же ушедшие в карантин люди, они действительно ведь остановились и стали заниматься совершенно какими-то невероятными вещами, теми, которыми они мечтали когда-то, на которые никогда не хватало времени. Ну и так, в конце концов, посмотрели на членов семьи пристально, на своих вообще, понимаете? У меня подруга моя очень успешный алматинский рекламщик, вот просто у нее всегда все горело, взрывалось и супер получалось. Вот она на карантине вернулась к социальной режиссуре и стала заниматься постановками в домах престарелых. Вот. И это сейчас ее вот греет, вот ей не хочется... Вот сейчас у нее такой период, и она должна заниматься вот этим. Да. И таких примеров, правда, много. Многие люди нашли некую миссию. Да. Такую совершенно бескорыстную, скажем так, назовем это. Миссию тоже случилось ведь и у нас. Почему? Когда все... Больше всех ведь пострадала индустрия развлечений, это же понятно, да? И артисты, которые уже все время находились в пути, гастроли, концерты, съемки, интервью и прочее, тоже, наверное, сильнее всех ощутили. А у нас это и случилось непосредственно перед Наурызом ведь. А Наурыз, как все, наверное, догадываются, это самый такой занятый месяц. Башлевый. У группы Уркер, да, это период чёсов, мероприятий, концертов, и он наш Наурыз 20-го года был как никогда плотно расписан весь март и апрель. То есть мы предвкушали, так сказать, вот этот чёс, потирая ручки, сидели очень довольны, и вдруг происходят вот эти все запреты, отмены, одна за другой отмены, все поотваливалось вот так просто. Конечно, сначала это было довольно неприятно осознавать, но мы понимали, что это жизнь, что теперь никто не обещал вечную, вечную, так сказать, прелесть какую-то. И мы были одними из первых, кто стал осваивать этот онлайн-формат, потому что мы понимали, что вот сейчас время заняться миссией, бескорыстной миссией. И мы были первыми, кто сыграл большой онлайн-концерт на Tengri FM, вот этот их проект «Квартирник». Мы тут же связались с руководителями канала, предложили им, мы понимали, что это тот ресурс, который как раз сможет быстро это организовать, качественно сделать, соответственным образом проанонсировать и так далее. И услышали в ответ «Ребята, мы как раз планируем нечто подобное, давайте тогда с вас и начнем». И мы сказали «Окей, давайте». И вот да, там более 25 тысяч просмотров, там сразу же и так далее. И мы поняли, что это, конечно, было очень некомфортно сначала, непонятно, потому что ты в пустом зале, в пустой комнате, в камеру поешь, а фидбэк ты видишь только на компьютере или там в телефоне. Ты видишь вот эти «Вау!» и я впервые видел, что лента не успевает остановиться. То есть, это был момент, когда люди, вот этот март, помните, когда всех посадили на карантин. Ровно год назад. Первая неделя карантина, и у людей вот это накрыло всех, это депрессия же. Реально, всех накрыло. Я помню, вот эти вот, когда, это был как раз момент комендантского часа, то есть, чего никогда, это когда нужно было до 8-ми, какие-то домой вернуться. Я помню, что я еще написал в Инстаграме, что-то, простите, там, если мы со съемок не успеем, но у нас вечером, то это вот для людей все мы стараемся, и это не просто так. Вот, да, и вот, и потом пошла серия онлайн каких-то мероприятий наших, там, буквально из дома мы начали осваивать вот эти вот штучки, что давай вот ты там гитару сыграй у себя дома, я клавиши у себя дома, ты там постучи у себя где-то в коридоре, потом мы как-то все это соединим. И вот эти вот видосы стали выкладывать на YouTube везде, вот, и как-то, как-то с этим начали даже свыкаться, что самое-то ужасное. А в большинстве стран Европы, в той же Англии, это ведь до сих пор продолжается. Музыканты ведь сейчас так это и делают, продолжают, и большие звезды, и небольшие, и всякие, они все делают это сейчас в онлайн. Если к облакам еще раз, вот разговоры по ночам, разговоры по утрам, разговоры по ночам, разговоры во сне, да, и вот это же вы говорите, я почему-то был уверен, что вы это написали в 20-м году, а это вы говорите 19-й год. Да, да, самый конец. А вот вообще говоря, еще раз, слова, которые необходимо было найти к музыке, которая уже существовала, и слова, которые связаны с вашим опытом последних восьми лет путешествия в себя. Да. А вот чего вы так путешествуете, что вам спокойно не живется, что вы там в себе ищете? То есть вы взрослый человек, понимаешь? Ну вот поэтому, во-первых, поэтому, да, потому что когда ты молод, и у тебя все, так сказать, сплошные гормоны, ты не особо ищешь там в себе, ты настолько уверен во всем, что тебе искать ничего не надо. У тебя просто при этом все? Да, у тебя привод, само собой, и это, наверное, правильно, это и есть молодость, это прелесть, молодость в этом и заключается, что ты ни в чем не сомневаясь. А вот, а моя вот эта такая трансформация, она случилась достаточно вовремя, наверное, мне было тогда, 42-43 примерно. Вот это, когда я в какой-то момент понял, что ну так нельзя дальше жить, просто случился какой-то, какая-то полоса кризисов на разных уровнях, маленьких, больших, средних, ну у кого как-то, вот, которым я понимал, что, видимо, что-то я не так делаю. Скорее всего, очень много они так делают, что вот у меня сейчас какой-то ступор, какие-то кризисы, какие-то конфликты, какие-то вот вещи, как-то внутренние, внешние, что-то многие вещи перестали получаться. И как раз, как раз параллельно запускался мой британский проект, как ни странно, он-то, в общем-то, получился, да, вот, но... Восьмой, девятый год? Нет, это двенадцатый. А, двенадцатый, да. Да, и я, ну как раз, я понимаю, что мне хочется что-то изменить в себе настолько, что я готов, вот, ну как, вот уже сбитая фраза, там, выход из зоны комфорта, то есть я был готов погрузиться в какое-то некомфортное до сих пор состояние, чтобы что-то там найти, в общем, себя какого-то настоящего. Я понял, что я как-то себя теряю, я понял, что я иду не по той дорожке, опять же, ну, это все, ну, это могло и выражаться их, там, и в алкоголе, в том же самом, что я понимаю, что что-то этот процесс, ну, я всегда там, я был не дурак, да, скажем так, выпить, но в какой-то момент я стал понимать, что, ну, как-то я дохожу до той точки, когда это уже начинает становиться проблемой, а если это становится проблемой, ну, надо как-то вот уже, как-то это останавливать. И еще какие-то вещи там наслаивались, да. Вот, и мне, как всегда, внутренне хотелось какой-то практики, какой-то практики, которая бы стала для меня ежедневной, которая бы стала для меня некой аскезой, да, которая параллельно мы с супругой стали увлекаться ведами. Мы стали слушать, читать очень много, и это очень много вопросов, мы получили очень много ответов на вопросы, в частности, то, что касается и семейной жизни, нашей, да, роли мужчины-женщины, роли вообще человека. Мы с удивлением обнаружили, что, окрасно, все ответы-то были даны более чем 5000 лет назад, почему люди этого не изучают, это нужно в школе преподавать на самом-то деле. Вот, и та же йога, это же физическая, это практика, в общем-то, да, это все же оттуда, это все там. И это все так совпало, это произошло практически все одновременно. И мой товарищ, который уже примерно полгода до этого занимался в классе, в йога-классе, мы встретились, я ему сказал, слушай, им, чего-то такого хочется, вот, примерно. Он говорит, прекрасно, пойдем, пойдем я тебя отведу на урок. Буквально взял меня за ручку и привел на класс кундалини-йоги. И вот там и случилось вот это со мной, так сказать, то, что нас это торкнуло, торкнуло, и я остался в этом, и 8 лет этому, ну, примерно год регулярно ходил в класс, а потом я стал заниматься этим просто уже дома, ну, почувствовать некоторую уверенность, что я уже могу сам, не навредив себе, так сказать, этим заниматься. И я до сих пор следую, я очень рад, я очень счастлив, что это в моей жизни случилось, потому что те изменения, которые произошли во мне самом и как следствие в моей жизни, это настолько большой опыт, это, наверное, одно из важнейших событий вообще в моей жизни, которые изменили меня кардинально. Причем самое удивительное, что через там несколько месяцев практики это стали замечать окружающие, не только я, а и окружающие. Изменения физические пошли, психические пошли? Да, 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 прежде всего вот это здесь, это все происходит вот здесь и вот здесь, прежде всего это. Да, и мы же знаем, да, наверное, что, ну, в чем заблуждение большинства людей, да, что нужно что-то менять вокруг постоянно, мы это постоянно видим, да, читаем в соцсетях, все говорят, вот это не так, вот это не то, вот это надо менять, вот это менять, вот это заменять. Я, никто не хочет ничего изменять в себе, а ведь это как раз то, с чего нужно начинать, на самом деле, и чем больше людей изменит что-то в себе, тем быстрее все изменится вокруг. Это, на самом деле, очень простая мысль, но она почему-то никому не приходит в голову. И я вот начал делать изменения в себе, и, ну, я понял, что это работает, на самом деле, это работает, если не изменять, так сказать, ну, если первое время ты себя заставляешь, а потом это входит в привычку. Как мы знаем, как сказать, все начинается с привычек, да, привычки формируют характер, характер формирует судьбу, и вот правильные, хорошие привычки, которые ты себя, так сказать, приучаешь делать, они влияют на всю твою последующую судьбу. И я вот в какой-то момент начал это ощущать, и это удивительно, на самом деле, это вот то, что я называю чудом, опять же, я вот, я вообще был довольно человеком, в большинстве случаев, наверное, где-то даже циничным, и редко верил в какие-то там чудеса. Я был из тех, кто считал, что вот все здесь зависит от меня, что вот это все мой труд, мой там талант, моя усидчивость, мое обучение, мой фанатизм. Где-то местами, там, где-то иногда, до перегибов моя, там, мое эго, моя гордыня и так далее, и так далее, все это мое, 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 только благодаря этому я чего-то там добиваюсь в жизни. Но когда все это отпустилось, я наконец-то понял, что на самом-то деле нет, в общем-то очень многие вещи нужно просто отпустить, отдать и отдать на волю, так сказать, не знаю, называйте это как хотите, там, вселенной какой-то там, судьбы или каких-то звезд там, красиво можно это назвать, да, то происходят, на самом деле, чудесные вещи. Могут происходить те вещи, от которых ты давно мечтал, и потом перестал в какой-то момент на них заморачиваться, а они взяли и произошли. И даже лучше. Что происходит? Приходят люди... Могут происходить подарки судьбы, да. Подарки судьбы, могут приходить люди, могут уходить ненужные люди, которых ты считал, да, то есть события могут плохие не случиться. А хорошее случится и так далее, и так далее. Вот это все оказывается, вот это все в нас. То есть это действительно, это так и есть на самом деле, наша жизнь, то, что мы о ней думаем, наша жизнь, это наши привычки, наша жизнь, это то, что мы говорим о ней, то, что мы озвучиваем в космос. И ты начинаешь к очень многим вещам спокойнее гораздо относиться и понимать, что... Какой-то момент понимания того, что ты песчинка в космосе, оно как нельзя более успокаивает, как выясняется. Наоборот. Знаки какие-то? Вы верите в знаки? Видите знаки? Нет, я... У вас по-другому это происходит? Да, это по-другому происходит совершенно. Я не могу сказать, что это какая-то там появилась сумасшедшая интуиция, что я могу угадывать цифры в казино и что-то такое. Нет, я нисколько не игрок, если честно, никогда не играл. Вот. Нет, это на каком-то другом уровне происходит. Просто происходит понимание нужности, необходимости или ненужности тех или иных вещей и событий в твоей жизни. То есть, мы же живем и происходят какие-то вещи, какие-то предложения могут поступать, какие-то нет. И ты просто для себя в какой-то момент очень просто и легко находишь решение, что вот это мне нужно, я этого хочу и буду, а вот это я чувствую, что мне это не нужно, я этого не хочу и не буду. И ты научаешься просто и смело об этом сказать, во-первых, при всем при этом еще, в силу того, что, ну, наверное, уже вы правы, что и возраста, в том числе, что, ну, как бы, хватит уже что-то там играть в какую-то дипломатию. Лишний раз есть вещи, которые вот, ну, вот я не хочу, не хочу и не буду. Раньше трудно было сказать людям, нет? Да, потому что мы же как-то, у нас вот, то ли у нас такая культура, то ли что, нас как-то приучили к тому, что, ну, это что-то такое, вот, нельзя людям сказать, нет. Или это нужно сделать, то есть, я вот, у меня это часто, ну, как-то в свое время раздражало, что ты обращаешься к людям с какими-то предложениями, и это до сих пор есть, особенно у нас, может быть, потому что мы Азия, потому что у нас так называемая пресловутая восточная дипломатия, и сказать просто человеку нет, это что-то такое вот, ну, вот, как-то, какой-то моветон, да. И у меня часто в жизни бывало, что я, мне потом часто приходил в голову мысль, что вот я обратился к человеку, он не сказал нет, ну, и да, тоже не сказал, и в результате я потерял время. А в результате, ну, он даже пообещал, но не сделал. Ну, зачем? Да ты скажи нет, ты же не собирался этого делать, это же понятно было. Что ты не собираешься этого делать? Скажи нет, никто не обидится. А у нас почему-то есть некий комфорт, ну, как же обидится, а вот вдруг он завтра, что... Ну, у нас есть вот это, да, у нас есть вот эта культура какая-то странная очень в Казахстане именно, что вот нельзя как-то сказать нет. И вот очень многие вещи тянутся потом годами, вместо того, чтобы просто сказать, ну, слушай, извини, я вот... И я очень ценю людей, я очень стал ценить людей, которые ценят твое и свое время и умеют сказать нет. Даже, наверное, больше, чем тех людей, которые пообещали и сделали. Их, кстати, становится катастрофически меньше. К сожалению, их там, не знаю, на моей памяти за последние 10-15 лет их стало там 2%, наверное, из всех людей, которых я встречаю. Честное слово, да, да, ну, катастрофически, может, мне так везет, я не знаю, но людей, которые способны... Вот как мы в свое время в детстве говорили, да, там, пацан сказал, пацан сделал, вот этого нет, вот это все. И это стало нормой. Сказать, сделаю и не сделать, это стало нормой, к сожалению. К большому сожалению. Ну, ладно. Что сокрушаться, да? Такие вещи происходят, что это уже просто даже какая-то мелочь на фоне всего. Да, но при этом, когда ты сам способен четко и быстро сказать человеку «нет», это освобождение. Это невероятное освобождение. Невероятное освобождение, потому что ты понимаешь, что ты человека не подведешь, и не возьмешь на себя ненужных обязательств, лишних. Ну, если ты взял обязательства, то... Ну, да, уже... Вот, кстати, кундалини-йога, она это мучает тоже. Там есть невероятная традиция, которой нет в других видах йоги. Ты берешься обязательства. Обязательства, причем не перед учителем, там, не перед женой и детьми, так не перед обществом, не перед президентом, а лично перед собой, и это оказалось, что это гораздо сложнее. Потому что с собой так считается, что с собой всегда можно договориться, да, сделать или не сделать. А там есть такого рода обязательства, что ты берешь обязательства в течение 40 дней выполнять какой-то физический комплекс или медитацию, ну, неважно. Причем определенное время, там, скажем, 5 часов утра, допустим, на заре, да, или неважно, ну, неважно, кому как удобно. И вот надо это выполнять. Потому что если ты не выполнишь, там, сорвешься на 7-й, 10-й, там, 15-й день, его нужно будет начинать заново, снова плюс 40 дней. Иначе это не сработает. Вот то, что то, чего ты хочешь, в итоге, на выходе из этого, из этой медитации. Принцип как в цирке. Если упал, ты должен встать и повторить номер. Да. И вот это очень организует. Это очень, это добавляет стержни такого. Айдус, я понял. Я вот буквально предыдущий наш разговор с Гульнарой Сельбаевой, она говорила о людях, которые для нее какой-то недостижимый идеал, которые встают в 5 утра, а завтракают семенами чая. Я вот, кстати, хотела вас спросить, что такое семена чая? Я много об этом слышал. Я не знаю, я не ел, не пробовал. Я не настолько, наверное, еще продвинут. Но в 5 утра вы встаете? Ну, не в 5, без 20, без 15,6. Это мой идеальный, к которому я пришел. В 5 у меня тоже был период, когда я очень сильно стал следить за этим. И да, у меня было, я и в 5 долгое время встал, а потом как-то это немножко усидизнулось. И вот я вот примерно к идеалу своему пришел, короче, около 6, это примерно момент рассвета. А в этом режиме вы планируете, когда вы будете что-то писать, придумывать, или это все-таки приходит по наитию? То есть, ну, у вас есть время, там, как у, я не знаю, Юрия Олеши, да, там, не дня без строчки. Да-да-да. Я вот должен каждый день вот что-то сделать не просто из необходимых ритуалов, в том числе, там, логистики. Но я должен что-то сделать в творчестве. Ну да, ну, как говорил там Джон Леннон, я должен записывать эти чертовы альбомы, чтобы оправдать свою жизнь. Да, то есть, наверное, да, я из той категории, которая ежедневно себя присаживается, будь то стол, инструмент, микрофон, там, неважно, компьютер, чтобы что-то сделать. Неважно, улетит это в корзинку или из этого что-то вдруг получится. Да, это на самом деле работа. Чем ждать какого-то вдохновения? Меня этому учил отец, который был профессиональным композитором, академическим, и он вырос на примерах там. И он всегда мне повторял, часто, одну и ту же фразу, он говорил, ты знаешь, Чайковский говорил, «Вдохновение столь редкий гость, что не стоит его дожидаться». И он был из тех, а, как вы знаете, Чайковский был по разобранию юрист. На самом-то деле, да, он делал карьеру юриста, как многие аристократы. То есть, они получали нормальное образование фундаментальное. Музыка это было так, для них все несерьезно. А потом вдруг случился гениальный композитор. И он был человек очень методичный по этому. Это же юрист, понимаете, да? И многие, многие творческие люди, они такие. Это все байки для дилетантов. Вот мне приснилась песня, я вас умоляю. Нет, приснится вам может только то, что вы когда-то уже слышали. Такого свойства, так работает мозг, он так устроен. Вот, это значит, не включается цензура внутренняя. А когда ты над этим работаешь, у тебя постоянно работает внутренний твой цензур, который тебя постоянно проверяет. А не слышал ли ты это уже когда-то у кого-то? Понимаете? Вот в этом отличается профессиональный подход. Дилетант никогда на это не заморочится, никогда не... Ну, что-то там прилетело в голову, он решил, что это его. Понимаете? Вот, и да, у меня есть, не обязательно это определенное время, но я просто знаю, вот что-то я сегодня еще не присаживался, надо присесть. Надо присесть, и сколько-то времени этому удерить, а вдруг? Вот всегда вот это, а вдруг оно присутствует? Надо присесть, надо присесть. с точки зрения музыки, это уже вошло в привычки, а так как написание слов для меня это все еще чудо, то, что вдруг я оказался способен это делать, и при этом умудряться какие-то собственные мысли высказывать, для меня это еще труд такой достаточно тяжелый. Оказалось невероятно трудным это делать. И я теперь с неким благоговением отношусь к авторам, которые умудряются одновременно сочинять музыку и слова. Понимаете? Это некое чудо, господи. Ну, знаете же, есть такой человек полмакарней, он вот садится, и он в день там, чтобы 10 этих песен может вам накидать, понимаете, вот так гитарку взять в ручки, и что-то там за чашкой чая, а потом какая-то из них, возможно, войдет в альбом, а 100 из них улетит в корзину. Ну, или там, грубо говоря, Макарьевич, не знаю, кто угодно, да, вот, вне зависимости от пристрастий. Оказалось, что это, оказывается, тяжело. Оказывается, я недооценивал талант этих людей, которые могут сесть и написать одновременно слова и музыку. Мне, я раньше думал, я такой молодец, я такие классные песни сочиняю, и потом там поэт мучается. Тьфу, так оказалось, это очень трудно. Я теперь их понимаю, и как мне жалко этих людей. Как они? Когда я им подкидываю готовые мелодии, говорю, ты знаешь, вот вправо-влево нельзя, потому что мне нравится эта мелодия, нельзя ее менять. А он в Индополож должен туда сделать слова. Почему сам захотел? Почему так важно? Что произошло? И почему? Какой фонтан открылся? Почему энергия пошла, чтобы еще слова необходимо были свои сказать? Ну, потому что, опять же, наверное, ну, как ни крути возраст, то есть, в том возрасте, когда ты уже не станешь петь, что попало, все-таки, ну, как-то, несмотря на то, что для меня... Давайте вот это тоже напишем прямо на экране, да? Когда ты в том возрасте, когда ты уже не станешь петь, что попало, это хорошо. Ну, я не знаю, как это очевидно. Спасибо. Настолько очевидно, мне кажется, что я, если честно, как профессиональный музыкант, если честно, всегда недооценивал роль текста в песнях. И, будучи поклонником, в основном, я рост на вот этой англоязычной рок-музыке 60-х, 70-х годов. И понятно, что мы все в то время еще недостаточно владели английским языком, чтобы как-то придираться там к словам. Ну, что там мы особо вникали, о чем там Pink Floyd поет? Да нет, господи, мы были потрясены невероятно этой музыкой. И о чем бы они там ни пели, ну, у нас это мало волнуло. Это потом, когда уже я заставил себя выучить английский, да, прилично его выучить и начать уже, господи, оказывается, там же еще и тексты-то были. Оказывается, ну, боже мой, а я ведь не зря люблю это. Ведь, оказывается, там еще и такой смысл заложен, оказывается, во всей этой музыке. И оказывается, насколько легкомышленные тексты сейчас, в той же самой англоязычной музыке, да, которая нас сейчас спичкает со всех сторон. Вот же, что происходит. И я как-то недооценивал роль текста. Мне всегда казалось, что, ну, я вот классную мелодию уже написал, а пусть там мой соавтор, там, допустим, Кадыр Морзалиев, замечательный совершенно поэт, или там, Исраил Сапарба, или вот сейчас я сотрудничаю, там, Сержант Бахаджан, или Леша Маклай, там, сейчас более молодые ребята, да, с которыми я сотрудничаю. Пусть они уже там мучаются, ну, я там просто грубо сказать, слушай, ну, ты же понимаешь, что эта песня явно про любовь. Он скажет, да, я понимаю, а он уже 150 тысяч песен про любовь написал, и у него уже просто, просто, бедный, понятно, я его понимаю, да. Вот, и я говорю, ты знаешь, ну, там, ну, ты же понимаешь, слова должны быть запоминающиеся, может быть, пусть это будет Амимя, Саули Май, или Асель, там, условно, там, Жанны, да, в припеве, ну, ты же понимаешь, должно быть что-то простое, потому что, ну, это же для людей, это же, ну, это же, мы же все надеемся, что это будет хит. Никто же не отменял вот этого, вот этой одежды, что будет хит, ну, будет, не будет, черт его знает. Это совершенно чудо всегда, то, что песня становится хитом, это всегда чудо. Никто не спрогнозирует вам хит, никто, ни один самый величайший продюсер, там, не просчитывается. никогда. Вот. И поэтому, и в какой-то момент я, опять же, когда я несколько раз, к сожалению, не получил от автора текста то, что я хотел, я понял, что надо это пытаться сделать самому, потому что я не получал той какой-то вот глубины и простоты. То есть, у творческого человека всегда есть две проблемы. в частности, песенника, написать такую песню, чтобы она понравилась как можно большему количеству людей, потому что это такой жанр, это поп, поп-жанр, то есть, ну, какой смысл, если ты нравится двум людям, тебе и твоей жене, да, что-то. И при этом, чтобы тебе потом самому было не стыдно. Вот это две проблемы. То есть, первая проблема, это сделать это просто, поиск новой простоты, это вечная проблема любого творца, да, художника. Потому что, чем дальше ты этим занимаешься, тем проще ты, если ты правильный творческий человек, ты идешь к пути, то есть, ты отсекаешь все лишнее, ну, как Микеланджело, помните, да, что такое, я просто отсекаю все лишнее, и вырисовывается вот это вот, Венера или кто-то, не важно. Вот это такой процесс, ты убираешь все лишнее, и оставляешь именно вот это зерно, которое невероятно простое, и прекрасное в этой своей простоте, и оно достаточно простое, чтобы тебя не корежило, то есть, это не примитивно, но и настолько простое, чтобы это запомнили люди, и насвистывали это себе под нос, или там слушали в машине, ну, не важно. Но при этом, это должно быть сделано настолько правильно, с точки зрения твоего внутреннего профессионала, вот этого цензора, который там сидит, который 18 лет учился музыке, закончил там консерваторию, лауреат и прочее, прочее там, который тебе говорит, ну, милый мой, ну, не надо, все-таки не надо до Бузовой там скатываться, до каких-то тойских песен, давай не будем скатываться все-таки. Мы же можем, давай мы с тобой хорошую песню напишем, все-таки, что нам потом, вот здесь все-таки, мы же, нам же потом это придется слушать, со всех радио, там, телевизоров, люди будут петь на улице, там, ну, и так далее. То есть, у тебя должно быть вот это чувство, что это правильно сделанная вещь, потому что музыка, это все-таки ремесло, где-то это ремесло, это долго учатся, понимаете, овладевают знаниями, ну, и так далее. Контрапункт. Вот. Я понимаю, что я ушел далеко в свои дебри профессиональные, но это так и есть, это так и есть, да, то есть, сделать песню оказалось, невероятно. Нас смотрят все-таки, как минимум, около интеллигентные люди, и пока вы ничего... Я очень на этом надеюсь. Пока вы ничего совсем сложного не сказали, даже я все понимаю еще. ну, и банальности тоже не наговорил, корзину, да. Есть все-таки, вот, алма-атинский романтический стиль, он существует, или это все-таки что-то, что придумали, ярлык навесили, и вот туда вот всех, кого не попадят, по студию... Я понял, о чем вы говорите, да. Вы знаете, но, я тоже много слышу от людей, что некий алма-атинский романтический стиль существует, ну, может быть, это и хорошо, наверное, было бы хуже, если бы такого понятия вообще не изобрели, и, когда что-то вообще алма-атинское существует, наверное, это в принципе хорошо. И когда вот это вот понятие алма-атинское что-то выходит еще и за пределы Алматы, и даже Казахстана, да, то это, наверное, вдвойне хорошо. Потому что мы же все знаем, что вот, есть пресловутый там парижский, там какой-то стиль нью-йоркский, или еще там манхэттенский, там лондонский, мы говорим, о, это так по Парижскому, или о, это так по Лондонскому, ну, да, а это так по-алматински, но это же классно. И дело не только в музыке, я понимаю, вы имели в виду, наверное, музыку, но я больше, наверное, имею в виду образ жизни. И он существует, да, это есть. Образ жизни, алматинец, вот это вот есть. Вот это вот то, что в любом городе... Это уж совсем очевидно. Да, в Казахстане, когда говорят алматинцу видно сразу, ну, это же классно, это же приятно, это же приятно. Это кайф, вот. И тоже, что касается музыки, ну, тут мне, наверное, опять будет мне, так сказать, мешать мой внутренний профессионал, который скажет, ну, наверное, нет. Все-таки, да. Наверное, был тот период 90-х, там, конца 80-х, вот вы упомянули, кстати, о студии, в основном это к ним относится. О студии, они, видишь, сыграли большую роль в том плане, и это, кстати, не худший пример для подражания, потому что, ну, ребята действительно фантастически профессиональны, и вот то, что сейчас есть, существует некий, некий ореол, там, в России, в Москве и так далее, некий ореол вокруг музыкантов из Казахстана, а когда говорят, вот, музыкант из Казахстана, это, как правило, некое понимание высокой планки, профессиональной, кстати. Вот мы во многом им обязаны, группе студии, да, в этом смысле, что они задали эту планку, они всем показали, и это до сих пор, на мой взгляд, один из лучших живых составов России, в СНГ, которые невероятно хороши в том, что они делают, несмотря на эти изменения в составах, там, кстати, кстати, как раз, последний состав больше всего нравится, как ни странно, я сейчас понимаю, что я там, возможно, заточу очень многих поклонников, там раннего студии, это как минимум неожиданно, ну, потому что мне кажется, что они стали как-то взрослые, очень звучать, очень матера, так и махрово звучать, конечно, фантастическая Кэти, там, добавила своего, я просто рассуждаю с точки зрения продюсера, с точки зрения создателя проекта, и Байгали Сыркибаев в этом плане, он человек, который удивительно тонко чувствует момент, когда нужно обновляться, почему группа существует, живет долгие годы, и не надоедает, актуально звучит, да, при всем, у него невероятное чувство попсы, то есть он понимает, насколько нужно быть простым, чтобы нравиться людям, обыкновенным, но и при этом не отказывать себе в профессионализме, в той планке, которая задана, и вот это своевременное вливание свежей крови, необыкновенное чутье, что вот сейчас нужно что-то поменять, вот оно и работает долгие-долгие годы. Это профессионализм, это чуйка, это чувство попсы, это видение, это бизионерство, что угодно, это чувство, я это называю, мы это называем чувством попсы, какой-то, в хорошем смысле слова, в хорошем смысле слова, в ремеслиническом смысле слова, понимаете, да? Это потому, что такой талант, это ведь все-таки какая-то доля таланта все остальное это работа ума который постоянно думает как улучшить то что я делаю как завоевать большую аудиторию как как это расширить раздвинуть экспансировать да вот в этом это постоянный процесс это творческий постоянный процесс вот поэтому но я думаю что этот период проходит потому что да да и мы стали говорить что очень многие настолько стали подражать что выросло целое поколение казахстанских артистов которые поют голосом батырхана шокина делают аранжировки а-ля ранее studio а ранее студию вдохновлялся творчеством группы level 40 очень сильно вплоть не до прямых конечно заимствование но они очень удачно это переосмыслили к это нормальный процесс совершенно чем-то вдохновляться в молодости и потом сейчас конечно уже нет я имею ранее ранее сама стоит вот и получилось так что целое там поколение казахстанских артистов звучало как они вот в этом класс были свои плюсы и свои минусы как выросло целое поколение певиц которые звучали как разрываю понимаете да вот вот мы так как раз были немножко в другой струе потому что мы были воспитаны больше на рок-музыке соответственно немножко другая другой вайп немножко другой драйв потому что те кто слушал таскать больше таскать вот ту музыку это больше все-таки сторону джаза такого опять же level 42 вот этой вот музыки немножко другой это немножко другая частотность немножко другая энергетика и немножко другая насыщенность немножко другой пульс вот мы больше из рок-музыки и соответственно у нас более жирное звучание более крупный мазок более громогласные пения ну и так далее более своей сложности конечно свои проблемы но но моя та фишка была в том что я почувствовал что это как раз то на что ляжет казахский язык вот эти наши шерсть степь наши киева и звучание двухструнной домбры вот это вот казалось бы что только степь огромная пустота и внутри невероятная концентрация какой-то одной точки вот этой творческой мысли который являлся хищей человек который вышел сел на горку одна палка 22 струна и при этом из этого извлек невероятные космической силы импульс вот что и это удивительным образом легло на базу именно рок-музыки инструментарий рок-музыки драйв структуру и так далее про вас мне кажется правильно говорят что вы по-казахски стали петь для русскоязычной аудитории а то есть такой вот такой раз другой заход но но при этом все состоялось а потом еще вот английский проект карма который при этом тоже в основе а хита вы как-то рассказывали что в основе вообще если пошутить над этим то это первое и пока что единственная наверное казахская песня ну в основе казахской да там-то она на английском которая официально который попал в мировые черты а именно в топ-20 music week британская наряду там с дэвидом гетто и бритни спирс фантастическая компания которая сколько-то там недель простояло там сейчас это уже просто такая статистика просто который может кому-то что так сказать кому-то большинство еще никому ничего не сказала вот потому что традиционно для казахстана как ни странно я вот тогда это кстати почувствовал что события которые происходят ну видимо это благодаря тому что мы все таки находимся в российском информационном поле и поэтому то что происходит за пределами этого информационного поля это все что происходит где-то на луне и не имеет абсолютно никакого отношения и влияния на происходящее здесь вот я тогда это очень остро почувствовал ну я подумаю фиг с ним какая разница и и так ну вот и да вы правы да в основе почти всего альбома но мотка тогда у кировский письмо который совершенно по-другому звучат который совершенно по-другому переосмыслены пересмыслены британским продюсером британские музыкантами певцом текстовиком и так далее там совершенно другие мысли в текстах заложены понятные и не всегда понятные мне но я-то понимал как человек как ремесленники понимал что ну чё ж я буду со своими смыслами на их в их монастырь да ну пусть раз уж человек по имени лондонский еврей по имени девица и написал вот такие слова ну значит это должно им заходить мелодика аккорды и вообще очень многие орджировочные решения звучание казахских инструментов мне же приходилось убеждать людей что давайте сохранять они тоже это понимали что это экзотика она как-то странно может прозвучать они же говорили sounds crazy у них то что crazy это часто спала со знаком плюс иногда со знаком в том случае чтобы со знаком плюс что это звучит совершенно странно для нас и это в этом есть какой-то кайф причине они вообще очень такие очень многое с пометкой странно но это как бы почти хорошо поэтому мы имеем тоже то что имеем поэтому имеем пинг-флойда и многое другое все таки 2027 а да я думал вы про возраст группу вы не будете уходить как группа в возрасте это продолжаетесь ну а все таки почему для них вот ну для них и вообще для для мира в какой-то момент так важно было зафиксироваться на людях на гениях которые ушли до 27 ровно в 20 скорее ровно я честно говоря мани приложу почему видимо кто-то как всегда кто-то может быть какой-то астролог там я не знаю журналист музыкальный него очень много людей которые заморачиваются на какие-то вещи на которым нам бы в жизни никогда не пришлось заморочиться который видимо нашел какой-то в этом закономерность который обратил впервые на это время я скажу смотрите а вот как много талантливых людей ушло в этом возрасте и тут же кто-то это подхватил и вот придумал что вот есть некий club твендеся вон там на 27 там где-то на небесах об этом ты поется вот там на небесах образовалась совершенно фантастическая группа из вот этих гениев которые наверное там встречаются и поют вместе вот об этом же песни это как русский символизм русской поэзии там 37 лет да там уже все таки циклим ся на этих вещах пушкин верно там да вот это вот плеяда майковский сейчас песня и клип это вот совсем новая да это новая ну как для вас это будет совершенно но для меня ты тоже прожитая давно история потому что с тех пор еще есть кое-что вчера вышедшая со студии там да эта песня идем до конца опять же слова мои музыка был я могу вам ее уже целиком я вам пришлю крик до смотрят вот и на опять же там мои слова и в очередной раз и опять же кстати события этого текста вот они уже точно из из пандемии частично это просто сказать то песня о нашем времени я любви да и о том как 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 любить в наше время то есть потому что ну понятно что любовь она всегда любовь но при том что и у любви есть вызовы скажем так на фоне происходящих вещей в мире вот есть попытка уйти от общего к частному к личному от общего от общих безумных событий в мире там есть такие строчки ты видишь сама куда все катится кругом сумятиц что-то там все безумные новости все меньше совесть такие слова там есть четыре стиши вот ну как бы вот этого все начинается а потом все это приходит как некой как некий выход из всего этого это любой это всегда любую некий выход и это вечная идея сейчас битвовских времен более ранее не знать христианских первых христианских текстов до ведических каких хотите наверное выход это всегда все-таки любовь и это прекрасно это ну вот такая песня еще при этом видео а вот вот в облаках очень красиво вот в облаках вот этот вот это очень красивое видео облака а какая задача когда еще в видеоряд вы то есть у вас слова у вас мелодика и потом еще и видео видео она же всегда очень сильно да через глаза все это же должно вот все последние несколько десятков лет до до к сожалению эпоха когда артист мог проснуться знаменитым один раз прозвучав по радио как это случилось там целый сампорт они потеряны ушли и до приходится визу и все визуализировать давно вот случае с клипами это как раз тот случай когда во первых мы ищем извините одну штуку вспомнил очень коротко музыка была лучше когда некрасивым людям разрешали пить по телевизору а вот сейчас некрасивым людям не разрешают пить по телевизору и музыка стала хуже есть такое да когда-то 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 во первых произошел существенные скажем так как сказать фокус на подростках моду в бизнесе задают подростки 15-летние 18-летние мальчики и девочки которым соответственно выглядит и конкурировать с молодостью это конечно бесполезно и не нужно абсолютно но мы же понимаем что это тоже какой-то момент берет через пять лет становится классик мы же помним что когда случился там beatles тот же все плевались и говорили что это музыка для подростков музыка для ног вообще что это за вообще безумие что за прически что за брюки и так далее это стало классикой в общем-то в довольно короткий период времени какие-то так 10-20 лет это стала классик а сейчас это просто для нынешних подростков это какое-то ну это как что бах что beatles что там не знаю для них это одинаковое примерное время да наверное вот и поэтому да здесь да вы правы но насчет все-таки видеоряда что преобладает вот картинка на всем с этим уже тоже бесполезно спорить вы это как решаете то есть очень очень просто мы целиком перекладываем ответственность на плечи режиссера и съемочный групп потому что мы понимаем что не жалко нет во первых мне для меня очень интересно всегда молодежь новые какие-то люди которые совершенно по-другому все видят сейчас и я понимаю что если уж ты заморочился на видео то прежде всего это будет смотреть люди которые ну гораздо моложе тебя потому что твои ровесники им достаточно эту песню послать по ватсапу в виде звуковой дорожки им вообще никакой звукоряд не нужно чтобы прекрасно понять о чем да потому что мы ему это наше поколение это то поколение а вот это поколение им нужна картинка и очень часто бывает что картинка совершенно не о том о чем песня это зависит уже от вашей договоренности с человеком который снимает он просто приходит к тебе и говорит знаете вот есть идея альтернативно давайте не пойдем по тексту вообще а снимем совершенно другую историю это кстати это будет случилось с новой песней идем до конца совершенно другую дикую совершенно историю снимем и как ни странно вы увидите что это подчеркнет смысл вашей песни и слов искал отлично давай понимаете вот и в этом смысле мне очень нравится идеи молодой вот свежей крови так называемые которые мыслят совершенно иначе они мыслят как их поколение доверие конечно здесь не может сначала страшно конечно а потом когда ты в процессе работы видишь что человек понимает что он делает и он уверен в том что он делает его уверенность придется тебе конечно же опять же профессионал все как профессионал понимаю что нужно доверять профессионалам это так же как вот я не умею чинить машины я еду на истово правильно там есть человек который там понимаю все то же самое с чем который уметь снимать которые сведения он знает как это будет там в экранчике выглядите я должен обязанному довериться потому что я в этом ничего не понимаю ну это нормально это и есть профессионализм это человек на своем месте и и глас говорили что они ненавидят отель калифорния очень не их понимаю ну вы понимаете про что я все таки хочу спросить сейчас вот народные песни науры с науры с которую на самом деле народ написал а вы почему-то тоже время от времени утверждает это моя но это кстати сми очень смешно продолжает меня веселить каждый раз когда вот люди которые родились уже после того как песня была написана это тоже поколение да и подходит и говорят вот мы знаем у вас есть песня на улице тоже очень древняя песня да ну как древняя 25 лет ну наверно для кого-то время в реках жизни что я написал вы разговариваете с автором вообще то есть автор слов из автор музыки что мы-то думали что это какая-то архаика вообще ее просто так удачно но с точки зрения развития вообще популярной музыки дают архаика конечно вот и да странно такие вещи слышать но в этом есть свои какие-то наверно плюсы но учитывая что с тех пор масса других замечательных песен на мой взгляд написано который я считаю и лучше там по всему тогда это же стали такими определенными читами да такими миллиард каверов на них сделано ремиксов прочих и там тот же жаным тот же перешти сегодня увидел в интернете как раз какой-то парень на каком-то китайском конкурсе ну типа а-ля голоса поет нашу песню перешти совершенно в каком-то невероятном кавере она узнаваема по-прежнему я имею ввиду с точки зрения аранжировки и манеры подачи у нас совершенно по-другому звучит и и мне нравится это я понимаю что должен учиться какой-то параллельной жизни живет совершенно но это так и бывает когда ты песню выпускаешь она все она тебе не принадлежит на самом деле если она уходит в народ она тебе просто уже не принадлежит ты каждый раз когда выходишь со странным ощущением выходишь на сцену исполнять честно говоря и поэтому тебе хочется каждый раз ее по-разному исполнять и вот в этом-то и прелесть кстати живых живых выступлений что ты можешь себе позволить спеть совершенно иначе тот же самый новый у нас каких-то к вариантов исполнения с нею не было и в 10 раз медленнее совершенно другим инструментариям и с оркестром таким и с оркестром сики мы с народным чего только не было вы не поверите и это классно а мне понравилось еще как дочка вы в ней недавно ездили отдыхать да вы дубай как раз про дубай что я тебе что-то подарю она говорит деньги на букву д но у нее такая привычка вот она типа это же сюрприз поэтому она должна угадать на какую букву д я говорю на д беата да она говорит доллары я говорю нет она говорит деньги то есть она обыгрывает это ищет так сказать я говорю нет она говорит да винчи Я говорю, почему? Да, Винчи и как? Да, я-то имею в виду Дубай Она говорит, да Винчи У меня точно денег нет Да, дети совершенно нереально А вы отказываете детям Или не можете отказать? Вы вообще какой папа? Нет, мы с женой как раз вот эти Нас некоторые староверами обзывают Друзья Мы как раз вот эти за чистоту Цифровую там и так далее Причем мы постоянно проигрываем Эту битву с цифровой реальностью Да, с цифровой действительностью Потому что я подозреваю, что это бесполезно Но по крайней мере какие-то ограничения Разумные Мы пытаемся включать, конечно Потому что мы видим, что это с ними делает Это же разные люди Человек, который провел там Четыре часа в смартфоне Это совершенно не тот человек Который провел там полчаса И это видно Если взрослый, понятно У нас психика Ребенок Это два разных совершенно человека Мы эксперименты проводим и знаем Это так и есть Уровень вменяемости Толерантности к происходящему Так сказать Желанию сотрудничать с родителями Участвовать в жизни семьи Ну и так далее И вообще в собственном развитии Как личности В конце концов Оно совершенно разное Совершенно разное Но войну это выиграть уже не удастся? Я боюсь, что она проиграна Изначально Изначально проиграна То есть Может быть мы действительно Какие-то староверы И мы просто не понимаем Что надо вот туда нырнуть И уже Не выныривать Да, да, да Люди уже будут жить виртуально И они же уже живут виртуально Да, но страшненько За них чуть-чуть Чуть-чуть Да, но в конце концов Да, в конце концов Я начинаю себе философски Потом говорить Что ну Мы не можем Это нам не принадлежит То есть Нам никто не принадлежит И дети в частности То есть Это их судьба То есть Да, мы можем Какие-то начальные понятия Задать Что такое хорошо Что такое плохо Но то, что с ними дальше Будет происходить Это Это какие-то вещи Плюсы Учитывая, что мы все-таки Не так однобоко Рассуждаем Как может быть Многие люди Многие родители Мы все-таки Кое-что читали Кое-что слушали Мы понимаем Что есть и кармические вещи Какие-то есть В конце концов Звезды Под которыми люди рождаются Да, есть какой-то сценарий По поводу каждого человека Все-таки И вот Поэтому Быть тотально категоричным Наверное, нельзя Можно что-то там нарушить Что-то напортить А сценарий уже наметился? Нет, ну он-то там Наверняка существует А вы его читаете? А мы не можем Расчитать Это был Я вам больше скажу Мы сами его В большинстве случаев Не можем Подозревать О чем он? То есть Он безусловно Есть по поводу Каждого из нас Но Загадка-то жизни Как раз там И заключается Что мы Подавляющей массе Мы не знаем Свой сценарий Я вот сейчас Просто думаю Неужели Сейчас Айду скажет В чем Загадка жизни И наконец Мы все поймем Не сказал Некоторые называют Это смыслом Некоторые загадки Нет, я могу Свою версию сказать Понятно Не претендую Я ни на что Совершенно Конечно То есть Это Зависит Все зависит От того Во что вы верите Все зависит От того Во что вы верите Да Все зависит От того Что вы верите То есть Если вы верите Что Скажем так После смерти Нет ничего Ну такая Черная Ну все Конец Короче Каюк Темнота И все То наверное Да Нет никакой Загадки Нет никакого Смысла Ни в чем Вообще Ни в каком Существовании Вашего Моего Кого угодно Возьми Но если вы верите В то Что там Есть Продолжение Что я Это душа А не тело И что Существует Другая жизнь Что существует Энкарнация То тогда Есть Большой Смысл В том Чтобы Жить Эту жизнь Максимально Правильно Найти Прийти В итоге К лучшей Версии Себя Найти Вернуться К ней Скорее всего Даже Я бы сказал Вернуться Потому что При рождении В нас Это все Есть Вот это Наша Лучшая версия Она существует При рождении Но мы ее На протяжении всей жизни Утрачиваем Под влиянием Социума Общества Каких-то устоев Каких-то долг Ну и так далее И так далее Воспитание Так называемого Школы жизни Общения Профессии Все это накладывает И мы потихоньку Теряем Вот этого Истинного себя Мы теряем И очень немногим Удается Найти То, что было Изначально Заложено Вот И вот Если в это верить Если к этому идти Тогда да Все начинает Обретать Какой-то смысл Что тогда Да Если максимально Мы сейчас Это сделаем Правильно Чисто Чисто Мне нравится Понимание Чисто Максимально Уменьшить Количество Неправильных Даже мыслей То, что Все здесь Формируется Мысль формирует Поступок И так далее По цепочке Да Вот Тогда Дальнейшая Наша жизнь Следующая Она произойдет На другом уровне Лучше Каждому Воздастся По вере Его И по делам Его Можно так сказать Коротко Масса трактовок Одного и того же То, о чем я сейчас сказал Я не умею Коротко это сказать Не научился еще Но Я как поэту Не поэту Точно Как поэту На самом деле Поэзия Это как раз Великолепное Упражнение В краткости Наверное Чем больше Работаешь со словами Тем больше Учишься Лапидарности Изложения Было бы Я был бы Очень счастлив Если бы я Овладел Этим искусством Когда-то Ну так Новые навыки Это же Тайф Конечно Это Да Я в этом смысле Я очень рад Что у меня Не пропадает Вот это желание Чему-то учиться Постоянно Я вечный студент Такой Я постоянно Чем-то Хочу Нравится мне Какие-то вещи Для себя Находить И учиться В том числе Да И вот То, о чем Вы говорите Рифма Прествует Сказать Я вам еще Секрет скажу Рифма Тоже Необязательно В песне Кстати Да В зависимости От построения Мелодии Иногда Можешь Суждать Иллюзию Что она Есть Рифма А в итоге Ты вот так Смотришь А ее Такасы А вот Благодаря тому Что есть Мелодия Музыкальная Составляющая Тебе кажется Что есть Рифма А другая Гармонизация Возникает Как-то Да Это некая Иллюзия Это удивительно Ну вот Ну вот Спасибо На здоровье Дорогие зрители Мы очень рады Что вы нас смотрите Нам это Очень приятно Большое спасибо За комментарии За лайки За дизлайки За обсуждения Бурные Бурные Кого бы вы хотели Еще увидеть У нас Кого бы вы хотели Услышать От кого бы вы хотели Получить Истории Озарения Особенные Открытия Пишите Будем обсуждать Кидайте Комменты И вместе Мы поймем Сможем мы Этого человека Достать для вас Или нет Но мы очень Постараемся Достать для вас Продолжение следует... Продолжение следует...